ПА! Их просто снесло с мылом! Просто с мылом! Всем хай! С вами Юджин и сегодня друзья! Ха-ха-ха! Я снова буду богом! Как когда-то давно, вот в этом видосе, я провел целой вселенной! Но все мои вселенные, к сожалению, были слиты в унитаз, поскольку, знаете, я был не сфокусирован на чем-то одном конкретном, и сейчас я решил принести свою благодать одной конкретной планете, сфокусироваться на ней, устроить там прекрасную райскую жизнь для себя. Но то, что вы сейчас видите на экране, этот мир создал не я, я на все готово, и не собирать, и я с нуля создам. Все это стереть. Вот как-то так. А что это за белые точки такие? Ну-ка, что это? Ой, это человек. Я человеков оставил за бортом. А это кто? Это зверушка! Еще один чувак, или... Не знаю, что он делает. Но кажется, ему по кайфу. Он слушает зажигательные биты и плавает себе просто. Нам нужно с вами сделать такой вот остров. Давайте посмотрим, что будут делать эти ребята. Кто доплывет, собственно, тот и получит мою благодать. О, тебе повезло! Ты ближе всех к острову. Ну, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Он умный пойдет в обход горы. Смотрите, здесь уже есть какое-то существо. Что это? Это просто скачащая черепушка. Ладно, мне все это не нравится. Давайте сотрем всю живность отсюда. Эп, умри. То есть я могу так взять? Оп, стер. Боже мой, как жесток. В то же время это как будто бы необходимо. Я должен создать существ по своему образу и подобию, понимаете? Стоп, 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 у меня другая идея, другая. Если я хочу самых сильных и самых живучих последователей... Откуда ты здесь взялся, Краб? Уберитесь все отсюда! Фу, фу, кыш, кыш, кыш. Итак, поскольку я хочу самых сильных последователей, я должен... Вот что я должен сделать. Вот он остров. Он будет раем на земле. Вот здесь будет лес, немножко камня. Его будут населять котики. Огромное количество котиков. Овечки, курицы и, конечно же, кролики. Что я делал? Что? А, кошки с курицами, точно, точно, блин. Стоп, 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 все заново. Стереть, срочно! Как трудно создать рай на земле-то. Будьте внимательны, Евгений, нужно, чтобы сочетались животные хорошо. Во-первых, будет много пингвинов. Овечек, куча, куча, куча овечек. Керепашки, лягушки, курицы, куча кроликов. Просто рай на земле. Давайте, немножко травы здесь. Вот здесь будут грибы у нас расти. Смотрите, лес начал процветать. Чуть-чуть дождика будет капать. Окей, смотрите, мы можем даже изменить немножко температуру. Давайте, здесь будет тепло. Ох, вот только посмотрите, прям подпекает, чувствуете? Сейчас все вот это, как следует, поджарится. И уже люди смогут приплыть и похавать вкусные барбекю. Давайте поджарим. О, да, кусты с ягодами, конечно же. Много ягод. Значит, надо удобрять все эти деревья, все эти растения. Вот эти все кусты удобрили, удобрили. Какое прекрасное место. Тут все есть, ребят. И немножко горячих источников. Вот такой. Бу, красота. Прекрасный остров. Как вы видите, настоящий рай на земле. Теперь же настало время замутить другие острова, на которых будут жить претенденты на мою любовь. Вот так скажем. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Собственно, теперь мы давайте создадим людей. Есть орки, эльфы, дварфы. Ничего себе. Мы создадим, короче, остров людей. Потом у нас будет остров орков. Это будет такой, знаете, варкрафт своего рода. Остров эльфов. Теперь город дварфов. Я не уверен, что я сделал ровное количество каждого вида. Как бы я суровый бог, но не особо справедливый. Итак, давайте теперь посмотрим, что будут делать наши друзья. Чего-то они просто так бегают и ничего не делают. Просто встали, видите, на краю утеса и такие смотрят друг на друга. Тебя как звать? Тони! Нахуй пошел Тони! Вот, в принципе, все, чем они занимаются. Неужели никто не хочет добыть все вот эти вот ресурсы? Так, нам нужно как-то заставить их сюда плыть. Как же заставить их плыть? Надо, видимо, природу как-то сделать более щадящей. Может быть, мелководье сделать? Это прекрасная мысль. Давайте, вот мелководье вот сюда ведем. Вот чувак уже один вроде как решил поплыть. Но он плывет обратно к себе. Они боятся. Это испытание веры, понимаете? Вроде бы надо проплыть, очень страшно, непонятно, куда ты приплывешь. Нет, останусь-ка я в своей зоне, вот где я всегда был. Но тогда ты не сможешь развиться и прийти к звездам через тернистый путь. Вот, что сделаем. Давайте попробуем землю им обычно сделать, а не камни. Слушайте, по-моему, вот что им нужно было. Я замутил просто камни, они ничего не могут тут делать. Вот, они даже что-то построили уже. Они что-то строят. Все устремились в итоге сюда. Хорошо, раз вы так хотите, давайте сделаем вам землю обычную. Итак, средиземье в вашем мире есть поселение для всех рас. Да, посмотрите, они уже делают, не знаю, костры. Что-то строят. А с чего вы это все сделали? Тут нет никаких ресурсов. Все самое клевое здесь находится. Какие не воинственные, однако, существа. Давайте попробуем сделать дорожку для всех. Прямо в рай. Давайте, ребят. Вот, смотрите, орки первые побежали. Что-то начали мутить. О-хо-хо, сколько ресурсов твою мать. Прибежали сюда, на камни встали и убивают всех кроликов. О, люди тоже метнулись. И дворфы, и эльфы так. Это интересно, интересно. Давайте, сильнейший получит мое расположение. Они дерутся друг с другом. Отлично. Сейчас мы узнаем, какую расу мы будем воспитывать в итоге. Какие же живые существа забавные, да? Существа. Увидел, сразу начал бить. Бить, бить, бить. Бить, потому что он не похож на меня. Кто же в итоге здесь останется? Смотрите, кто это в итоге выжил? Люди победили. Остальные орки решили даже не рисковать. А чё, в целом у них даже тут грядки есть каким-то образом. Ладно, я так понимаю, всё не решится одной битвой на райском острове. Просто смотрите, один чувак. Я всех победил. Я победил сам и твоей деревней, мой остров. Ни хрена себе. Что ж, он заслуживает благодати. Так как он единственный выжил, он будет самым главным среди людей. Итак, Каку его зовут. Великий Каку. Благословлённый. Он не просил об этом. Да, но он благословлённый, потому что он победил. Видите, как оно всё происходит? Он победил. Он троих убил, кстати говоря. И возраст 34 года, кстати, как мне. Любимая еда, хлеб. Настроение нейтральное. О, его, короче, никак не парит, что он убил троих. Давайте сделаем его избранным. И осмотреть его поселение. Что у него здесь есть? Лидер. Так, лидер поселения должен быть Каку. Ладно, пусть он бегает, строит своё поселение. И вот, смотрите, его подданные пришли. Посмотрите, никто больше не осмеливается сунуться сюда. Но в целом они и так получают благодать. Видите, трава разрастается, и скоро у них будут очень плодородные земли. Я не понимаю, неужели орки... Да, посмотрите, даже орки разные поселения создали на своих островах. Они не сошлись взглядами и просто решили разойтись. То же самое произошло и с людьми, и с дварфами, и с эльфами. У всех по три поселения. Я смотрю, все эти ребята пытаются создать райскую жизнь у себя. На своих островах. Но, знаете ли, я должен навязать свои услуги, понимаете? Добавим естественных хищников, которые внезапно зашли в поселение. Оп, смотрите, смотрите. Они все напали на медведя. Просто отпинали его. Но у медведя были преданные друзья. Их было много. Иногда случаются беды. Посмотрим, как они противостоят этому. Ой, слишком много медведей, да, казалось? Ну, а что вы сразу убили-то того чувака? Надо было поговорить хотя бы. Развивайте дипломатию. Они просто всех крошат. Всех. Поселению смерть. О, нет. Они метнулись на следующее поселение. Хорошо, тут, получается, людям больше повезло. Они могут толпой нападать. Кажется, они вынесут всех медведей сейчас. О, боже мой, это поселение призрак теперь. Дети остались! О, хо-хо-хо. Боже мой, нет, он убивает детей. Стой, нет. О, боже мой. Смотрите, эти орки, да, они отомстили за детей. А на людей случайно напал, поскольку они плохо себя вели. Напал маг зла. Я не знаю. Маг зла напал. Ну и маг зла плохо себя вел, поэтому пришел маг добра. О, соперник мага зла. И маг добра объединился с людьми, чтобы убить мага зла. Вот так бывает. Все, мага зла убили. О-хо-хо, не благодарите меня, я пошел. Он реально пошел. Что ж, это поселение пережило нападение мага зла. А это поселение вымерло. Из-за медведей все. Маг? Маг добра пришел, его просто бьют? Маг добра, оказывается, совсем не добрый для орков. Тогда как с ними будет себя вести маг зла, непонятно. Он просто будет всех мочить. Тут надо, мне кажется, владыку скелетов. А он тоже как-то не дружит со всеми орками. С орками никто не дружит. Блин, надо помочь как-то. Друид, давай, твой выход. Короче, ее начали все бить. А ведь ей просто нравится смотреть, как растет трава. За что ее орки бьют? Посмотрите, как они ее выносят. Просто в очередь выстроились. Чтоб каждый мог напнуть ей. Все, они просто ее скинули в воду. Такие орки недружелюбные, оказывается. Звери. Звери они люди. Опа, и все медведи сдохли. А, нет, вот последний остался, спрятался за хибар. Такой, ой, они ушли или нет? Они убили всех моих друзей. Что мне теперь делать? А, нет, вот еще одна медвежка осталась. И этот орк такой присматривается к этому поселению. Такой, сейчас медведь уйдет, и я его заселю. Оп, медведь вышел, зря ты выдал себя, тебе хана. Я же говорил, я видел все это, ведь я бог. Да, конечно, это поселение тоже слегонца пострадало. Но в целом, они живы, и все хорошо. Тем временем, поселение людей на острове Райском процветает. А где наш избранный? Не знаю, куда он делся, возможно, его уже... А, нет, вот он, смотрите, вот. Какупа, смотрите, какой он. Мудрый, много всего повидал. Золотой зуб. Символ состоятельности и уважения. Он самый крутой здесь, походу, и очень любит хлеб все еще. Как уходит и пользуется привилегиями, молодец. Потому что он все основал, почему бы и нет. Но знаете, даже в раю иногда случается гроза. А в нашем случае это атомная бомба. А, пойду навещу эту Райскую деревню. А хотя, ну его нафиг. Как-то неловко за Каку. Он спал в своем дорогом шатре и внезапно не проснулся больше. Ничто не длится вечно, Каку, понимаешь? Даже твоя власть. Но тем не менее, посмотрите. Жизнь все равно находит выход. Вот уже поселенцы начинают восстанавливать разрушенный рай. Боже мой, у дварфов уже все просто застроено домами. Они сделали огромный один мегаполис с разными кварталами. Тут есть и Чайна Таун, и еще разные гетто. Давайте посмотрим, какие королевства присутствуют на нашей земле. Ох, их целая куча здесь оказывается. И посмотрите, как эльпы хитрожоп распространяются до Райского острова. Но он уже не совсем райский. Тем временем, Райский остров прекрасно себя чувствует. Он зализывает старые раны и пытается шрамы скрыть за вот этой прекрасной травой. Нет, я думаю, что я слишком мягкий бог. Я так никогда не выберу себе последователей. Ведь все не может быть гладко, верно? И внезапный просто торнадо появляется. Оп! Ах, посмотрите, как пляшут эти люди вокруг торнадо. Потом давайте еще один здесь. Каждому по торнадо здесь. Ровно посерединочке. Вот так. Смотрите, как интересно ведут себя торнадо. Каждый по-своему, а не индивидуальность. Каждый свой характерный рисунок прорисовывает. Этот что-то топчется посерединке. А зачем люди вокруг него скопились? Зачем они бегут к торнадо? Они пытаются его уничтожить? Они пытаются ослабить его собой. Давайте, ребят, чем больше нас внутри торнадо, тем слабее он станет. Принесем себя в жертву. Мне это нравится. Молодцы. Но это такое еще торнадо с молниями. О, мы сразу разбили его на две части теперь. На три части. Интересно. Ой, это же еще и молния вдобавок и поджигает дома. Простите. О, боже мой, короли прямо здесь в торнадо. Вот это плохо, кстати. Какие-то неравные условия. Давайте всем по молнии. Дэм, дэм. Так, я думаю, что торнадо это не самое эффективное средство для отбора. Тем более, что этот торнадо просто оказался на краю. Да, он немножко людей тревожит. Но не то, чтобы сильно. Я бы сказал, даже многих он просто развлекает. Уи-хи-хи. А все остальные продолжают спокойно процветать. Мне это не нравится. Нам надо как-то растормошить всех этих ребят. Слишком им хорошо живется. Я думаю, царь-бомба как раз-таки хорошо справится с этой задачей. Посмотрим, кто выживет. Прямо ровно в центр каждого острова мы запустим ее... Стоп, погодите. Царь-бомба должна быть побольше. Вот такая. Оп. О, боже мой! Стоп! Они выжили? Как вы это пережили? Только пару чуваков просто подгорелось немножко. А, нет, они сдохли. Окей. Ну да, они это немножко выжили. И начинают строиться заново. Откуда вы берете ресурсы? Я не понимаю. Вот, смотрите, торнадо все еще мутит свои грязные делишки здесь. В то время как у эльфов все прекрасно. Царь-бомбы так не считает. Они все живы. Просто дома разрушились. Ну и парочку эльфов горят. Давайте немножко гранат им скинем. О, вот теперь мы их точно очистили. Все, я понял, что нужно делать. Вы должны закидать остров орков гранатами. Король выжил, представляете? Посмотрите, какой он королевский. Немножко грустит. Но посмотрите, как много у него всяких статусов. Регенерация. Он хорошо восстанавливает здоровье. А, неудивительно, что он живучий такой. Ладно, кажется, у дворфов только все прекрасно. Орки решили пойти прямо к людям. А тут что, детский сад? Это остров детей. У эльфов что-то как-то все унылые стали. Никто не хочет больше ничего делать. Все, лес уничтожен. Какой смысл теперь? А вот люди начали застраиваться снова. Горжусь людьми. И орками горжусь. Видите, они тоже все стали делать заново. Эльфы новые пессимисты, ей-богу. Опа, его величество короля унесло прямо в океан. Но океан это очень недружелюбное место. Ибо здесь полно крокодилов. Вот просто не повезло дворфам поселиться в месте, где обитает множество крокодилов. Опа, короля окружили. Все, он сдох. Крокодилы начали плясать. Норнадо все никак не успокоится. Ой, крокодилы начали вылезать на берег. Блин, я что-то не подумал об этом. Так, скорее, кто может справиться с крокодилами? Пиранья, конечно же. Они-то уж точно не вылезут на берег. Крокодилы или медведи в воде? Победит торнадо. А кто победит, пираньи или медведи? Ой, кажется, медведи даже не дают отпор. Просто принимают боль. Посмотрите. Во-первых, остров орков теперь напоминает остров орков. Тут все засрано, мало растительности. Много песка и камней. И орки себе живут спокойно. А вот дворфам слишком по кайфу, я считаю. И когда кому-то по кайфу, нападают бандиты. Огромное количество бандитов. Просто целая банда. Воу, они закидывают их чем-то взрывчатым. Посмотрите, как они все в огне. И бандиты были повержены. Нифига себе. А что здесь произошло? Тут же был детский сад. Нет, это люди и орки начали сражаться. Посмотрите, они побежали атаковать орков. Что-то они не поделили. Возможно, орки что-то сделали неприятное среди детьми. Ну, конечно, тут все разрушено. Орки напали. Маг добра это просто так не оставит. Он будет мстить. Ой, ой, ой. Свалю-ка я отсюда. Пофиг на детей. Может быть, он поможет как-то эльфам, потому что эльфы вообще ничего не делают от слова совсем. Давай, маг добра. Ну, смотрите, значит, ребята. В первую очередь вы... Блин, у вас здесь так уныло, что я сам не знаю, что делать. Да особо ничего и не хочется. Я что-то не понимаю, почему эльфы решили забить. Вон, берите пример с орков. Или с людей. Люди восстановились полностью. Никто не голодает. И причем у них даже нету грусти. Видите, у него нейтральное состояние. Они какие-то все просто стали, видите, невесомые. Им больше не важно, что происходит в этом суетливом мире. Они на расслабоне. Хорошо, оставим их. Может быть, им нужно просто время. О, посмотрите, какой рыцарь бежит. И у него есть легендарное оружие зубочистка ужаса. Куда он побежал? Неужели войной? У них война с людьми. О, боже мой. Так, 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 так. Как-то надо уравновесить все это. Поскольку у них самая цивилизованная цивилизация. У них даже дороги уже появились. И более того, у них появились красивые пляжи. Дорогие песчаные пляжи. Какие зажиточные, оказывается, у нас эти дворфы. Сразу, естественно, король первый пошел на пляж. Я купаться, я купаться, я король, я первый. Молодцы, дворфы отвоевали часть райского острова. И даже построили здесь свою хижину. Но люди наступают. Воу, что это было? Воу! Господь бог не насылал этого. Это не я, это точно вам говорю. Ну, короче, бывает такое, да, что внезапно какая-то гроза все выносит. Это карма. Даже я бессилен здесь. О, посмотрите, отели прибрежные строят уже. Блин, у гномов так все прикольно, что мне не хочется даже ничего делать с ними. Но это нечестно с моей стороны. Все мое господство нечестно. Вот тут вот будет динамит. Вы можете, в принципе, спокойно жить на этом острове. Главное, не поджигайте, ребят. И все будет хорошо. Эльфы! Ну, что вы тут стоите тупите, а? У них даже королевства нету. И поселения нету. Вы что такие унылые, а? О, боже мой, подачка вам нужна, видимо, какая-то. Ладно, вот вам кусочек земли. Вот такой. Постройте здесь хоть что-нибудь. Не будьте такими пессимистами. Курочку вам одну. Давайте удобрение для деревьев. Деревушки растите. Вот, здесь будет лесная местность. Вот, 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 вот. О, неужели начали что-то строить? Ну, наконец-то. А, у них, получается, не было нормальной местности. Все подгоревшее было. Я не знаю, но люди же как-то справились. О, сразу король появился. Только им подачку дали, сразу король такой. О, это я буду король. Вот, смотрите, у них, видите, как хорошо. И у гномов все хорошо. Я же, когда кидал динамиты, я просто все дома им разломал. Они теперь пляжную жизнь ведут. Да, динамиты не взорвались, но все равно мы как-то жизнь им подпортили в итоге. О, смотрите, королевство появилось, наконец-то. Даже сам король работает на благо поселения. Смотрите, как гномы сажают грядки прямо на динамитах. Ничего, они зарастут в итоге травой, засыпятся землей. Да, можно сказать, что ребята будут жить на пороховой бочке. Но они этого не будут знать. А когда меньше знаешь, крепче спишь. Вот, Евгений и Господь за хороший сон. Посмотрите, эти ребята сделали дорожки в виде мостиков, чтобы не ходить по этой мерзкой земле. Да, они соединили дома вот этими вот мостиками. Хорошо. А эльфы, видимо, могут только на хорошей земле развиваться. Ну да, они же дети леса, я понял. Вот вам дождик немножко, ребята. О, вот оно что. Оказывается, здесь не на чем было реально строиться, потому что земля слишком неровная. Пустоты тут же заполнились водой. Вот делаем вот такую вот им землю. Здесь как-нибудь они будут строиться. Вот такие вот красотульки. И внезапно так случается, что вулкан вырастает. И он буйствует, буйствует, о боже мой. Так, погодите, надо его потушить срочно. А то он сейчас весь остров разнесет. Облако. Огромное дождевое облако. Тушись, тушись, тушись. Не везет оркам. Но в награду за их терпение я им сейчас кучу золота на спауню. Сейчас они и так разбогатеют. Я очень надеюсь, что молния не ударит. Надеюсь, вы сделали громотвод. Их просто снеслось с мыла. Просто с мыла. Даже атомная бомба такой не смогла сделать, боже мой. Как неловко все это. Сколько их осталось? Ну, еще все нормально. Видите, какие они? Не унывают. В отличие от вас, чертовы пессимисты. Пока вам травку с почвы не сделали хорошую, даже ничего не делали. Палец о палец не ударили. Как-то неловко получилось с гномами. Особенно вот с этим чуваком. Он один остался здесь просто на острове. Это наш Робинзон. Вот тебе натурального песка. Будешь здесь жить. А это твой друг пытается к тебе подплыть. Ты даже не один. Целая кучка к тебе плывет. Стоп, мне кажется, это слишком большой остров. Надо прям издевательски мелкий сделать. И давайте чуть-чуть плодородности сделаем. Вот. Вот такая плодородная почва будет. Построишь себе хибару тут и будешь жить сам с собой. И вот у тебя пляжик небольшой. Вот, тебе друг приплыл. Смотрите, какие они радостные. И вот началась история Сатахла и Ордума. Давайте сделаем их избранными. Сейчас мы сделаем хороший остров. Удобрим все. Видимо, нужно чуть-чуть побольше остров сделать. Чуть-чуть камешка. Чуть-чуть скал. Эй, а вы кто такие? Кто? Какого фига? Вас никто не звал. Так, пираньи, пираньи. Это приключение двоих чуваков. Вот, смотрите, они начали строить хижину. Вот здесь будет немного леса. Немножко растений будет. Вот здесь, о, трава. Здесь грибное будет царство. Надеюсь, вам понравится. Ордум и Сатахла. А, они сделали костер себе. Теперь это маленькое королевство. Исихр называется королевство. Что ж, пожелаем процветания Исихру. Какое дерево красиво выросло. Посмотрите, как эльфы начали развиваться. Наконец-то. А вот оставшиеся дварфы что-то тупят. Тут больше ничего нету. Они вроде бы как начали постройку, но... Такие... Не знаю. Чем мы этим добьемся, собственно? Может быть, маг добра подскажет? Короче, ребята, смотрите, что надо делать. Нахрен все это, короче. Орки каждый участок застроили. О, вулкан все еще никак не прекращается. И внезапно к оркам прилетает НЛО. Смотрите, она просто наблюдает, изучает орков. О! Вот что хочет НЛО, оказывается. Просто подубасить немножко. Надо уравновесить. Дракон, нападай! Нападай на НЛО, дракон! Куда он полетел? У него старые счеты с эльфами, походу. Где эльфы, мать? Ващутки, сюда! Вот, что он делает? Он выжигает земли. У него нету вражды никому. Только к самой земле. Тем временем, наши два друга... Посмотрите, как у них все хорошо. Они процветают. Четыре населения. Каким образом? Эти два друга сделали себе детей. Вот он, дитё. У них тут животные повсюду появились. Смотрите, как интересно. Здесь идет вражда живых. Разумных существ. А здесь вражда растительности. Ибо грибы и трава пытаются отвоевать место под солнцем. Какой интересный остров, однако. Два друга Сатахла и Ордум. Вот кто главный герой нашей истории. Они умудрились создать разумное, цивилизованное и мирное общество. И при этом добиться природного баланса. В отличие от всего остального мира. Который погряз в войнах. И в саморазрушении. Даже волна подбила летающую тарелку. Внезапно везде вдруг стало холодно. После чего кислота обрушилась с неба. Потому что все эти люди грешны. И мне они противны. Фу, уходите отсюда. Вот на ваши головы. Кузнечиков вам. Это почти как саранча. Короче, египетская казнь. Ибо вот наши Адам и Ева. Кстати, где? Куда делся чувак второй? Ордум только остался. А тот походу сдох. Короче, вот он остался один Адам. И именно он достоин быть моим последователем. Мудрый, благословенный и шахтер. Вот кто мне дорог в этом мире. И однажды его дети. О боже мой, им предстоит покинуть райские сады. И очутиться в этом омерзительном мире. Полным войн, холода и робосанты. Огромного количества робосант. О боже мой. Смотрите, дракон продолжает выжигать земли. Как он старается. О, он здесь уснул. Теперь это его зона обитания. Так, Санта улетели. И вот такой вот бомбический Новый год получился. У нашего Адама по имени Орду. Даже снеговик пришел поздравить его. Ой, ой. Походу Ордум из всех, кто любит рушить чужие снеговики. Не бога угодно! И на этом, друзья, мы с вами закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось это видео, и я в образе бога, то ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Также вступайте в мою группу в ВК, так как там будет публиковаться эксклюзивный контент. Также вступайте во все мои соцсети Телеграм. Дискорд у меня появился. И, в общем, все будет в описании под видео. Там, внизу. Заходите обязательно. И увидимся во всех других соцсетях. С вами был Юджин, друзья. И всем пять!